Не так давно в Амурском бизнес-центре состоялся подсчет голосов жителей нашего города, выступивших против так называемого 354-го постановления об уплате ОДН собственниками и жильцами многоквартирных домов. В подсчете принимали участие представители общественности, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства нашего города и района. Суть проблемы известна, пожалуй, каждому. Никто не отказывается платить ОДН. Вот только схема его начисления вызывает множество вопросов и, конечно же, недовольство среди жителей. Неудивительно, что было набрано почти 10 тысяч подписей, и это всего за несколько дней. Согласитесь, для такого города, как Амурск, цифра внушительная. В общем, платить надо, но если платить так, как это есть сейчас, тогда от семейного бюджета останется пустое место. Так что же делать? Наша съемочная группа решила узнать мнение члена общественной палаты Хабаровского края Максима Константиновича Выборова. Это, кстати говоря, идет не только у нас, это идет по всей стране, в том числе у наших соседей, приморчан, Ульяновской области, Саратовской губернии. То есть вся страна недовольна этим постановлением, поскольку принято оно было, я имею в виду расчет именно по вообще домовым услугам, очень поспешно. К этому просто мы не готовы технически, уже не говоря об эмоциональной стороне составляющей, поскольку понятно, что там нагорожены и нормативы, и расчеты, и измеряемые величины. То есть если мы даже просто, естественно, науку к этому посмотреть, физику, математику, конечно, погрешностей будет невероятно много, так оно и происходит на самом деле. Данная проблема касается каждого, следовательно, решать ее надо совместными усилиями, а не ждать, когда же все произойдет само собой. В общественной плате мы как раз думаем, как сделать так, чтобы платить справедливо, потому что приостанавливать, ну, вы видели, наверное, уже выступление президента, и уже до него дошло слухи и информация о том, что творится в стране в связи с вводом действительства 54-го постановления. Конечно, что-то будет сделано, причем в ближайшее время, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что это, мало того, что это неразумно, мне кажется, это взрывоопасная ситуация, неподготовленный нормативно-правовый акт, который предполагает собой, ну, как минимум, там, идеальную систему измерений, идеальную систему расчетов перекладывать на существующие сети, существующие взаимоотношения, которые далеко-далеко еще не урегулированы. Для того, чтобы платежи за ОДН не вызывали оторопь у населения, стали справедливыми, следует выполнить огромный объем работ. Сначала надо измерить, что человек за что платит, справедливую, показать вот счетчик там, или еще какой-то другой прибор, или с помощью вычислительных средств, сказать, вот ты платишь за это, вот твое освещение подъезда, вот домовая работа домофона, вот работа электричества, лифт, вот подкачивающий насот, вот суммированная величина вот этого хозяйства, там, в каком-то нормативе, там, по квадратам или по душевой норматив, ты должен заплатить вот столько. Этому никто не откажется, да и суммы будут совершенно другие. Уже сейчас в правительстве ведутся определенные работы по исправлению сложившейся ситуации, а мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий.